В Одинцовских школах продолжается экзаменационная пора. Выпускники 9-х и 11-х классов проходят государственные тестирования, по итогам которых выберут дальнейшее обучение. Мы все желаем нашим ребятам успешной сдачи этих тестов. Пусть покажут они свой самый лучший результат. И пусть знают, что мы за них переживаем и всегда будем поддерживать. Итоговая аттестация традиционно проводится в двух форматах – АГ и ЕГЭ. В этом году основной госэкзамен сдают почти 5000 девятиклассников. Для них экзаменационная пора завершится 17 июня. Для выпускников 11-х классов, их более 2000, испытания продлятся до 20 июня. При этом есть резервный день, резервные сроки до 1 июля. В резервные сроки сдают экзамен выпускники, которые либо отсутствовали на основном экзамене по уважительной причине, либо сдали один из предметов на неудовлетворительную оценку, и им дается возможность сдать экзамен повторно. Проведение выпускных для 11-ти классников намечено в период с 23 по 25 июня. 27 состоится ежегодный бал для медалистов округа, которых, по предварительным данным, ожидается более 300. Для учеников младших и средних классов организована летняя оздоровительная кампания на базе школ, в детских лагерях на территории муниципалитета и за его пределами. 23 832 ребенка. Подчеркну, что здесь мы имеем в виду все формы летней занятости. Это и трудовые лагеря, это и экскурсии, выезды и, собственно, проведение летней оздоровительной кампании в лагерях круглосуточного пребывания на территории округа и за пределами. В этом году зарегистрировано более тысячи электронных заявок на предоставление места в летних лагерях. Их рассматривала специальная комиссия. Категории, которые получают детей и получают путевки за счет бюджетных средств, это дети из многодетных малообеспеченных семей, это дети-сироты, дети, оставшиеся без печени родителей, это дети с ограниченным возможностью здоровья, это дети, чьи семьи оказались в трудной жизненной ситуации, дети из семей участников СВО. И также принимаются, рассматриваются заявки для детей, которые проявили себя, одаренные так называемые дети, которые проявили себя в учебе. Контроль организации отдыха и оздоровления детей осуществляют межведомственные комиссии. Они проверяют соблюдение требований пожарной и антитеррористической безопасности, наличие у сотрудников справок об отсутствии судимости, а также соответствие деятельности лагерей нормам САНПИН. Елена Краева, Олег Мещерский, телекомпания Одинцова.